Всем добрый вечер! Сегодня очередная лекция. Мне уже даже немножко стыдно и неудобно, я что-то как-то такой специалист во всем, но я хочу сказать, что это с моей стороны действительно очередная амбассадорская лекция. То есть в том смысле, что я по-прежнему не являюсь историком, я тем более не исследователем этой темы, а скорее, так сказать, сильно заинтересованным читателем и, так сказать, разнообразных книжек. Я даже одну сегодня принес и вам ее покажу, потом попрошу, чтобы мне ее достали. Вот, достаточно интересную книжку на эту тему. Вот, зовут меня Позняков Андрей, я казахстанец, в анамнезе, значит, родился в Северном Казахстане, в Павлодаре. Уматы для меня, в общем, практически родной город, потому что у меня мама отсюда родом. Вот, 30 лет почти прожил в Новосибирске. Время от времени приезжаю сюда в гости. Ну, и вот с весны прошлого года живу здесь, ну, в общем, постоянно, как бы, особо никуда не уезжаю, только вот на какие-то там небольшие вылазки. Вот, значит, еще раз говорю, это такая очередная амбассадорская лекция в том смысле, что я не историк, я социолог по образованию и по роду своей деятельности. Ну, и, так сказать, немножко помышляю всякими небольшими экскурсиями и так далее. То есть, это вот скорее, так сказать, заинтересованно. Если среди вас есть историки, если среди вас есть, тем более, специалисты в этой теме, я с удовольствием просто приму все замечания, все, потому что, ну, вот, честно, поверьте, не юлю. Это Алла Шарда, прерванный путь казахского возрождения. Мы немножко поговорим с вами про вот это явление, про эту партию. Вот, ну, что-то будет, если не видно на фоне, то я буду, в общем, зачитывать. Давайте начнем со следующего. Ну, как мы писали, как бы, в предисловии, значит, вот этот миф о том, что якобы государственность Казахстану дал Владимир Ильич Ленин, он, к сожалению, очень живуч. Вот, конечно же, это не так. В общем, существовало средневековое казахское ханство. Это, как минимум, да, так сказать, из таких последних, таких четко, ярко выраженных. Но оно, в общем, прекратило свое существование, ну, фактически, на самом деле, в 18 веке, ну, так сказать, окончательный бесповоротно в середине 19-го, когда было подавлено, во-первых, а, последнее восстание казахского народа хана Кенесары, последнего казахского хана, во-вторых, когда русские проникли, наконец-то, в Туркестан, да, так сказать, в земли Южного Казахстана, и таким образом подчинили себе, так сказать, земли и народ старшего жуза, который раньше, в общем, с русскими особо не соприкасался. До этого младший и средний жуз уже, так сказать, под российское влияние попали. Но те договоры, которые в свое время подписывали с Анной Иоанновной Абул-Хаир-Хан, младшего жуза и среднего жуза Абул-Хан, это были все-таки договоры о протекторате. Через 100 лет Россия, в общем, по факту, как бы, в одностороннем порядке эти договоры прекратила, ну, потому что ханство, как бы, ослабело окончательно, вот, попало в полную зависимость, и, в общем, распилило все это, вот, к середине 19 века на энное количество губерний. Конкретно, значит, вот с востока у нас это Севимпалатинская губерния, потом, значит, большая такая вытянутая с севера на юг, называлась она Акмолинская губерния, или Степная, по-моему, тоже еще было у нее название, центром являлся город Омск, потом была Тургайская губерния, у которой формальным центром был город Оренбург, не входивший формально вот в эту губернию, Уральская губерния с центром в Уральске, и, что на самом деле достаточно важно для дальнейшего, да, так сказать, отдельные были губернии на юге, они не входили в Степное генерал-губернаторство, это Семереченская губерния, это вот как раз с середины 19 века, куда входила нынешняя Алматинская, вот, область ЖТСУ и значительная часть Кыргызстана. И вот Закаспийская область огромная, куда входил Мангышлак и вся нынешняя Тургмения, и вот особо-особо, так сказать, что нам пригодится, Сардаринская губерния, или вот со словом Туркестан, туда входил весь Южный Казахстан, включая Шенкент, включая вот город Перовск, который сейчас называется Казалардой, и, в общем, Туркестан и так далее. Ну, собственно говоря, границы современных государств, они вот зелененьким выделены. Почему я на этом, так сказать, особо обращаю внимание, оно нам на самом деле пригодится. То есть, дело в том, что вот Степная губерния, она входила тут Тургайская, Акмолинская и, собственно, вот Семипалатинская. Семереченская поначалу вошла, потом, так сказать, ее исключили, и она была в Туркестанском генерал-губернаторстве. То есть, для России это все-таки были разные земли, соответственно, как бы разные казахи, да, то сказать, вот южных казахов скорее относили ближе и к кыргызам, и к узбекам, таджикам и так далее. То есть, это вот такое было деление. И, в общем, это дальнейшим сильно пригодится. Еще одно важное замечание, поскольку у нас здесь достаточно много релакантов, переселенцев, вот путаница есть постоянно со словом Туркестан, так же, как со словом Фергана. На самом деле, Туркестан, у него есть два значения. Мы сейчас, конечно, под словом Туркестан имеем в виду, конечно, вот этот город замечательный, красивый. Вот, историческое его название настоящее, это Яссы, собственно, поэтому святого зовут Кажа Ахмеда Яссауи, да, то есть, что значит, там, Хаджа Ахмед из города Яссы. Вот, это его историческое название. Так же, как город Фергана, русский колониальный центр по соседству с Кокандом, да, так сказать, очень таким своевольным и не покорявшимся очень долго России, назвали город Скобелев, вот, а вся вот эта долина Ферганская, это, собственно, и есть Фергана. При советской власти город Скобелев, он не мог так называться, поэтому его переименовали в Фергану, и теперь есть путаница между словами. Ну, там хотя бы Фергана и Ферганская долина, они географически совпадают. А вот с словом Туркестан произошла, в общем, какая-то невероятная путаница, потому что под Туркестаном очень долго имелось в виду как раз вот это вот узбекско-казахско-киргийское пограничье, да, то есть вот эта общая земля, ну, так в переводе Туркестан называется земля тюрков, то есть не более того, то есть земля тюрков, вот, собственно, голодная степь, и к югу от него, так сказать, долина Сырдарии, вот, между речи, между Сырдарьёй и Амударьёй, то есть вот эта вся земля, как бы, и называлась, значит, Туркестаном. Да, и еще важно, было еще два государственных образования после колониальных походов русской армии, армии, я вот тут сейчас не сильно вижу, это вот Хивинское ханство и Бухарский эмират, а Каканское ханство было уничтожено, вот, распилено несколько губерний, в частности, вот, на эту Ферганскую область и так далее. Извините за такую долгую прелюдию, это просто такое необходимое, так сказать, условие, вот, как все это выглядело при царском режиме. Вот, понятно, что это были губернии Российской империи, и самостоятельными, или такими полусамостоятельными были только Хивинское ханство и Бухарский эмират. Так, вот, собственно говоря, предчувствие партии Алаш после революции 1905 года, человек, который, мы про него еще немножко поговорим, так сказать, который, в общем, возглавил эту партию и в последующем все это движение, стал, по сути, первым таким премьер-министром, можно сказать, звали его Алихан Букиханов, вот, или тут еще называют его Букихан, то есть без вот этого русского окончания Ов, да, значит, в 1908 году писал следующее. В ближайшем будущем в степи, вероятно, организуются две политические партии, соответственно, двум политическим направлениям, складывающихся в киргизской среде. Одно из них может быть названо национально-религиозным, и идеалом его является религиозное единение казахов с прочими мусульманами, другое – западническое направление. Первый, вероятно, возьмет за образец мусульманские и татарские партии, второй – оппозиционный русский, в частности, партию народной свободы. Так, еще одно важное замечание, которое я, так сказать, извините, тоже забыл сделать. Дело в том, что русское слово «казак» и казахское слово, самоназвание «казах» – это одно и то же слово. То есть по-казахски «казак», «казах» – это тоже «казак». Ну, в смысле, этимология этих слов одна и та же. Поэтому, когда русские познакомились с казахами, для того, чтобы не было путаницы, значит, зачем-то казахов назвали киргизами. Ну, вообще, так сказать, традиционно тюрков называли или татарами, или киргизами. Ну, там в зависимости, я, честно говоря, не очень понимаю, в чем-то была разница. Либо еще было понятие «киргизской айсаки». То есть, ну вот, поэтому слово «казах», оно, на самом деле, вернулось в обиход только в 20-е годы 20-го века. То есть самоназвание казахского народа утвердилось и в русском языке. Поэтому, когда мы здесь где-то будем встречать слово «киргизское», «киргизия», речь идет о Казахстане. То, что мы сейчас называем Кыргызстаном, Киргизией, это, на самом деле, называлось «кара-киргизы». То есть, черные киргизы, вот, ну, так сказать, это был, ну, это просто совсем другой народ, хоть и родственный казахам, но это, как бы, другой народ с другой историей. Вот, соответственно, слово «киргиз» или «киргизская айсаки» — это казахи. Ну, то есть, вот, до 20-х годов, 20-го века. Извините, что так много всяких условностей, просто не все это, к сожалению, знают. Вот, то есть, собственно, о чем здесь идет речь? О том, что, в общем, в казахском обществе все-таки колонизация имела, и русская колонизация имела, и второе, так сказать, помимо того, что, да, переселяли крестьяне, сгоняли кочевников с земель, и, так сказать, эти земли выделялись под, так сказать, сельское хозяйство, пахотные земли, да, так сказать, еще до всякой целины и до Столыпинской реформы. Помимо этого был, конечно, и положительный момент, потому что очень многие, и не всегда это были именно богатые казахи, так сказать, отправляли своих детей учиться в довольно приличные либо русско-казахские школы, ну, или русско-киргизские, да, как они там назывались, либо в русские школы, так сказать, довольно много, так сказать, к началу 20-го века было уже очень образованных казахов, имевших университетское образование, имевших приличные специальности. Вот мы там дальше посмотрим, так сказать, состав этой Алаш-Рды и, в общем, все поймем. Вот, и, соответственно, вот это народно-демократическое движение, да, то есть вот весну народов в России вообще ее проспали, да, это вот движение общеевропейское, там, середина 19-го века, оно там совсем, там, немножко, так сказать, по России пробежалось, по западной части, но в целом, как бы, проспали. Но зато вот к началу 20-го века это, в общем, разрослось в полный рост, да, то есть и, в общем, такое национальное самосознание у казахов как бы проснулось, причем здесь Букиханов говорит о том, что это будет два направления. Одно, это во многом такое мусульманское, укорененное, так сказать, и вот в сторону востока, а второе, вот в сторону запада, в сторону некой вестернизации. Вот, значит, итогом вот этих всех воззрений становится выпуск газеты «Казах», которая выходит, значит, в Оренбурге, выходит она на казахском языке с арабской графикой. Вот, значит, три человека, которые были у ее истоков стояли, это лингвист-филолог Ахмед Байтурсынов, которого очень сильно воспевают здесь, в Алматы, и даже такое складывается ощущение, что он чуть ли не ключевой был человек, так сказать, в Алашарде, хотя это немножко не так, именно вот алматинский такой, байтурсыновский дух, да, так сказать, человек вот этот Алихан Букиханов, который только что цитировал, вот он. И писатель, публицист Миржакиб Дулатов. Вот три человека, которые стояли у истоков этой газеты. Я немножко вернусь назад, обращу внимание на логотип, который, ну, или там, эмблему этой газеты, она, в общем, такая, достаточно простая графика, как я понимаю, вот эта арабская графика, справа налево написано слово «казак» на казахском языке. Вот, и, так сказать, символом, естественно, является юрта, но тут достаточно принципиально является то, что Шинрак у этой юрты открыт именно с западной стороны, что это как раз партия казахов-западников, тех, кто, так сказать, собирался ориентироваться на какие-то европейские, российские и так далее образцы, а не на восток, не на ислам. Хотя, конечно же, это были мусульмане. Так, значит, что происходит дальше? Как известно, так сказать, следствием революции 1905 года становится создание Государственной Думы в 1905 году. Большинство получает вот та самая партия народной свободы, или, как ее чаще известно, партия конституционных демократов, кадетов. Вот, и, так сказать, у кадетов, в общем, самая большая фракция от этой фракции, точнее, в эту фракцию, от этой партии побеждает на выборах, собственно, вот этот самый Алихан Букихан. Вот, хотя он из Каркаролинска, насколько я знаю, родом, то есть немножко подальше, это Карагандинская нынешняя область, но избирался, да, Павлодар. Вот, соответственно, как мы знаем, первую Государственную Думу ее разогнали, вот, соответственно, там дальше, так сказать, такое немножко получается без времени. Там Букиханов даже арестовывали пару раз, он там, как раз там в тюрьме посидел, и потом там уезжал в Самару работать, в общем, там, в общем, такое без времени. Но, так сказать, во время, значит, сейчас мы вернемся, так сказать, перейдем к революциям, но вот в 16-м году на фоне Первой мировой войны в Казахстане начинается еще одно очень важное событие. Но оно, на самом деле, охватило практически всю Центральную Азию, то есть не только Казахстан и вот Туркестан, и, в общем, туда Фергану оно ушло. Вот, но, наверное, самое заметное, это именно встепная часть была, так сказать, это восстание Мангельды Иманова, так сказать, вот здесь на картине Аблхана Костеева все с красными знаменами, но оно, как бы, не изначально было с красными знаменами. Значит, восстание было связано как раз именно с неудачами в Первой мировой войне, когда, ну, нехватка была людей, так сказать, и Россия, в общем, нарушила собственные принципы, собственные обязательства и начала мобилизацию, значит, инородческого населения, как это называлось. Вот, до этого не брали по многим причинам, главная причина, конечно, почти невозможность управлять, потому что, ну, так сказать, надо было, чтобы офицеры были там местного производства, которые бы знали, так сказать, свои языки, потому что, ну, в смысле, казахи русского языка не знали в массе своей. Соответственно, управлять ими, как солдатами, было почти невозможно. Для этого должны были казахи-офицеры, так сказать, а их практически не было. Либо это были очень русифицированные офицеры, которые, в общем, ну, так сказать, не уже там, не годились туда. Вот, но их забирали, якобы, на тыловые работы, в общем, ну, это вызвало там бурю возмущения и, так сказать, превросло в огромное восстание, которое подавить не смогли. То есть, фактически, оно подавлено не было. То есть, оно, в общем, где-то, так сказать, его давили карательные. Ну, прежде всего, потому что не было элементарно, некому было. Все были на фронтах, так сказать, и вот в тыловой части всем этим заниматься некогда. Это, опять же, фон для, так сказать, дальнейших событий, потому что нам это, опять же, потом пригодится. Это восстание, оно, в общем, перетекло и в 17-е, и в 18-е гражданскую войну. Ян Гриды Иманов был одним из, так сказать, таких видных участников гражданской войны в Казахстане. Вот уже как раз с красными знаменами. Вот. Кстати говоря, по поводу того, что красные знамена, там из тех сведений, которые там, там несколько было, так сказать, вождей этого восстания, в том числе был один, я сейчас не вспомню, как его звали, позабавило меня то, что он самопровозгласил себя ханом, так сказать, и, в общем, его признали, не самопровозгласил, его избрали, как бы, ханом, он, типа, восстановил ханскую ставку. Поэтому говорить о том, что там какая-то классовая борьба была, и, в общем, все было под красными знаменами, ну, это такое немножко, как сейчас говорят, сову на глобус, да? Вот. Значит, дальше у нас приключается февральская революция, и вот такое вот пламенное воззвание Букиханова для народов России взошло солнце братства, равенства и свободы. Чтобы поддержать новое правительство, казахам надо объединиться. Для укрепления нового порядка необходимо скрепить братские узы с другими народами. Надо готовиться к выборам учредительного собрания, боритесь за единство и справедливость. Февраль 17-го года это пишет у нас Букиханов. Значит, Букиханов вместе с еще двумя людьми, про которых мы поговорим чуть попозже, Мустафа, Шакай и Мухаммеджан Тнышпаев, становятся комиссарами временного правительства на территории Казахстана. Букиханов комиссар в Патругайской вот этой области, Шакай на юге Туркестан и Тнышпаев в Семиричинской области. То есть вот три деятеля, которые в дальнейшем у нас в Лошарде очень сильно засветятся, практически такие одни из главных руководителей, они были комиссарами временного правительства. На фоне вот такой всеобщей демократизации в июле 17-го года в городе Оренбурге проходит первый Всекиргийский съезд. Сейчас в современной литературе он, естественно, называется Всеказахский, но это вот из-за той самой путаницы, про которую мы с вами говорили. Собственно говоря, появляется название партии, партия называется Аллаш, вот сохранился в Оренбурге этот самый дом, где прошел и первый, и потом второй съезд прошел здесь же. Я, честно говоря, не знаю, что это за дом, я в Оренбурге, к сожалению, никогда не был и, в общем, не знаю, что это такое. А вот это, собственно говоря, объяснение, что такое слово Аллаш, откуда оно взялось. Но, так сказать, есть в Улутаусской области, бывшей Карагандинской, такой мавзолей Аллашахана. То есть, кто это такой, как бы не очень понятно. Датируется этот мавзолей где-то 10-11 веком. Вот, то есть, тюркская нация, тюрки уже здесь, то есть, понятно, что это тюркская, понятно, что это мусульманский, да, так сказать, мавзолей. Но, как бы считается, что вот казахская нация, как нация, как этнос еще, в общем, только в процессе сложения. Вот этого самого Аллашахана считают предком всех тюрков или предком казахов. Но это какой-то такой вот полумифический персонаж, так сказать, действительно не очень понятно, там какие-то, что он там какое-то отношение к Чингисхану имел. Но, в общем, там, ну, какой-то больше, гораздо больше легенд, чем достоверных сведений. Но, тем не менее, вот такой вот мавзолей, как бы, он имеется. Собственно говоря, да, и Аллаш одно время это был боевой клич, как бы, казахов, соответственно, вот слово Аллаш, его, так сказать, выносят в название партии для начала, так сказать, партия называется Аллаш. То есть, ну, вот, мавзолей Аллашахана, это такой вот, в настоящее время туристический и вот такой культовый объект в Казахстане. Значит, в декабре 17-го года, уже после Октябрьской революции, как мы знаем, триумфальное шествие, как это называлось в советских учебниках, оно идет всю осень и зиму, достаточно поздно проходит. В декабре проходит в Оренбурге, в том же самом здании, проходит второй всекиргизский съезд. И на нем, собственно говоря, образуется вот эта самая национальная территориальная автономия. Точнее так, есть предложение ее организовать. Вообще, вот, собственно говоря, 10 пунктов, это такие легендарные пункты, их практически сейчас в любом учебнике казахской истории, так сказать, их цитируют. Первое, это образовать территориально-национальную автономию областей Букеевской Орды, это запад Казахстана, практически по Волжье, Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской, Семереченской, Сырдаринской, Амудариинского отдела Закаспийской областей и смежных киргизских властей Алтайской губернии, имеется в виду город Усть-Каменогорск, он входил в Алтайскую губернию, до этого в Томскую губернию, представляющих сплошную территорию с господствующим населением, казах-киргизским, единого происхождения, единой культуры, истории и единого языка. Автономии казах-киргизских областей присвоят название Алаш. Территория автономных областей Алаш со всеми богатствами, находящимися на поверхности земли, водами их богатствами, а также недрами земли, составляют собственность Алаш. Конституция автономии Алаш утверждается Всероссийским учредительным собранием. Обратите на это большое внимание. Всем, кто живет среди казах-киргиз, карактируются права меньшинства. Во всех учреждениях автономии Алаш представители всех наций должны быть представлены пропорционально. Представляется также экстерриториальная культурная автономия тем, кто без территории окажется в пределах автономии Алаш. Здесь достаточно важен следующий момент. Кто был и смотрел лекцию про сибирских областников. На самом деле программы сибирских областников и Алаш на этом этапе развития были очень и очень близки. Это там несколько объяснений. Как минимум есть одно объяснение, что Букиханов был лично знаком с Потанином. Они в общем даже можно сказать дружили и по географическим делам были членами Всероссийского географического общества. Естественно это была еще и интеллектуальная дружба. Там тот же Каркаролинск, Павлодар не так далеко находится от Томска и Омска, где проживал Потанин. Потанин родом из Павлодара, из Ямышевской станицы. И в общем это одно явление. И собственно Потанин во втором я не знаю, в первом съезде 100% на этом съезде он принимал участие. Он хорошо знал казахский язык и в общем реально для него не было никакой проблемы. Насколько я понимаю, съезд был тоже такой двуязычный. Соответственно программа во многом пересекалась с программой сибирских областников. И опять же ни о какой государственной независимости речь здесь не шла. Это постоянно подчеркивало, что речь идет об автономии, что это по сути одна из областей. Но в отличие от Сибири, которая там как-то была обусловлена каким-то особым способом развития, здесь она обусловлена этнически, национально территория, где проживает совсем другой атмос. В целях спасения областей Алаш от общего развала и анархии организовать временный народный совет Алаш-Орды, состоящий из 25 членов, 10 мест из которых предоставить русским и другим народам. Опять же я немножко возвращаю, делаю такой камбэк в лекцию про областников. Там тоже был, во-первых, комиссариат по делам туземных дел, как он назывался, отдел туземный. И часть министерских постов в правительстве Сибири предполагалось отдать именно национальным меньшинствам. То есть там бурятам, эвенкам, казахам и другим, так сказать, людям. Здесь тоже это место повторяется. И другим народам, живущим среди казах-киргиз. Местом пребывания Алаш-Орды временно избрать город Семипалатинск. Алаш-Орда немедленно должна взять в свои руки всю исполнительную власть над казах-киргизским населением. Алаш-Орда обязуется принять энергичные меры к созданию народной милиции. Народная милиция, по факту, это армия. Алаш-Орда обязана в ближайшее время созвать учредительное собрание автономии Алаш на началах, выработанных им применительно соответствующим правилам о производстве выборов в общероссийское собрание. Тот же пункт, практически совпадающий с пунктом сибирских областников, которые помимо учредительного собрания всероссийского, которое должно было пройти, и также, так сказать, намеревались провести такое же учредительное собрание Сибирское. Алаш-Орда уполномочивается съездом заключать займы, вести переговоры с другими автономными соседями, причем самое заключение договоров предоставляется учредительному собранию Алаш. Учредительному собранию Алаш Народный совет обязан предоставить выработанный проект Конституции Алаш. Ну, в общем, короче, такие вот 10 пунктов декларации или вот этого постановления, то оно не было принято, фактически оно не было принято. За него яростно, так сказать, агитировали и вот топили за него именно представители западного Казахстана. Вот, это два человека, насколько я понимаю, они все-таки однофамильцы Дос-Мухамедовы, вот, они даже, по-моему, из разных родов, так сказать, в общем, не родственники с одинаковыми, но фамилии у казахов очень долго, во всяком случае, там, до, там, 20-х годов, они образовывались русским способом по принципу отчества, поэтому очень часто мы можем видеть там, там, не знаю, имя, да, отчество и фамилия, при этом отчество и фамилия это одно, ну, Абай Кунанбаевич Кунанбаев, да, то есть, ну, как бы, вот, у него отец Кунанбай, поэтому это и в отчестве, и в фамилии перекочевал. Поэтому два Дос-Мухамедовых, они, так сказать, никак с друг другом не связаны, но они оба из западного Казахстана, они вот как раз были из тех, кто, так сказать, были большими-большими, так сказать, сторонниками того, чтобы это принять. Но декларацию эту не приняли, соответственно, как государственное, вот такое вот автономное образование, Ала-Шарда тогда официально не образовалась, но по факту она образовалась. Ну, опять же, это почему я на этом, так сказать, обращаю внимание, потому что в дальнейшем нам пригодится, потому что там Дос-Мухамедово потом, в общем, так сказать, немножко себя проявили. Временный народный совет Ала-Шарды, собственно говоря, обратите внимание, это вот как раз, ну, можно сказать, что такой цвет казахской нации на тот момент. Ну, собственно, председателем правительства Ала-Шарды стал Бутийханов, экономист, председатель правительства Дос-Мухамедов Жаханша, юрист, Алимхан Ермеков, математик, Мухамеджан Тынышпаев, инженер, путеец, но он и путеец, и дорожник, Бахтигирей Кулманов, востоковед, Акпаев Жакыб, юрист, Базарбай Маметов, юрист, Альжанов, учитель-просветитель, Таночев Валитхан, юрист, Дос-Мухамедов Халел, военврач, вот, с Уральской области, да, собственно, Турлыбаев Эдархан, юрист, Беремжанов Ахмед, юрист, Габасов, физик-математик, вот, Аманжолов, юрист, ну, и Мустафа Акшакай, юрист, с юга Сардалинской области. То есть, ну, в общем, представьте, да, причем юристы это с казанским, с санкт-петербургским образованием, то есть, это, в общем, довольно, так сказать, серьезные, так сказать, подготовленные люди. Вот, Ермеков закончил Томский технологический институт. В общем, люди были более чем, так сказать, такие, так сказать, образованные и интересные. Вот, собственно, вот правительство Алаш-Орды находилось в городе Семипалатинский, который переименовывается в город Алаш-Кала. Вот, собственно, это здание, когда оно сохранилось. Что касается флага Алаш-Орды, то тут, в общем, разночтение. Значит, по некоторым источникам говорят, что в 18-м году в основном использовался вот эта самая эмблема, по сути, вот газеты «Казак», да, то есть, с этим вот открытым шнураком в западную сторону, на белом знамени. Чаще, как бы, вот, по сути, копия турецкого флага, так сказать, только с желтым полумесяцем и желтой звездой. Но и есть еще в источниках, что был флаг трехцветный, да, так сказать, зеленый, желтый и красный. Почему-то настоящих флагов и каких-то фотографий с этими флагами не сохранилось. То есть, ну, в общем, короче, разночтение, как выглядело на самом деле. Но герб, вроде бы, действительно был именно юрта, а вот, что касается флага, то тут как раз разночтение. То есть, в разных источниках разные флаги приводятся. Значит, у Алаш-Орды появляется вот эта самая алашская милиция, которая, по факту, является армей. Вот как раз армейский флаг, он сохранился, и понятно, как он выглядит, да, так сказать, зеленое знамя. Честно, не знаю, что здесь написано. Специально фотографии, да, так сказать, алашской вот этой милиции. Обратите внимание, что, в общем, здесь есть и славяне. И вот эта нашивочка, да, вот если видите на рукаве, да, так сказать, с полумесяцем и звездой, это как раз обозначение, что это, ну, так сказать, насколько я понимаю, там, в условиях фактически начавшейся гражданской войны, там, с абмундированием все было сложно, так сказать, у кого-то оно было, у кого-то не было. Вот, ну, обозначали всякими, так сказать, нашивками, значками, кокардами и прочими вещами. Ну, то есть, вот так выглядела алашская милиция, алашская, ну, по сути, армия. Это территория Алаш-Орды, в общем, популярная достаточно в сети такая современная карта. Вот, это, в общем, какая-то такая немножко фантазийная, но это, скажем так, та территория, на которую Алаш-Орда претендовала. Это больше, чем территория современного Казахстана, это, по сути, территория, где проживают этнические казахи, плюс очень близкий к казахам народ под названием Каракалпаки, вот, который тоже относится к Ипчакской языковой группе. Язык гораздо ближе к казахскому, чем к узбекскому, а входит сейчас Каракалпакстан, входит в состав Узбекистана. Вот, соответственно, современному Казахстану, как я уже говорил, это, в общем, чуть больше. Вот, сюда входит, например, город Омск, сюда входит город Оренбург, сюда входит город Астрахань. Ну, если вы сейчас даже посмотрите итоги там переписи, например, там, когда у нас там в 10-м, в 21-м году, да, перепись, посмотрите национальный состав Омской, Астраханской, Оренбургской областей, вы увидите, что там значительная доля населения, особенно не городского, это именно казахское население. Что касается фактической территории Аллаш-Орды, будем говорить так, здесь, в общем, несколько, так сказать, это уже, мы говорим про 17-й и про начало 18-го года, просто дело в том, что в 18-м году, 25-го мая, происходит достаточно серьезное изменение на политической карте, и вот это самое триумфальное шествие советской власти, про которое в советских учебниках там долго и красиво рассказывают, оно все рушится. В Сибири, точнее, от Поволжье до, по сути, до Байкала, и туда дальше, в общем, фактически то же самое, так сказать, до Дальнего Востока, происходит крушение под натиском Чехословацкого восстания в мае месяце, поэтому, вот, собственно говоря, Аллаш-Орда, она, в общем, замкнута с трех сторон, да, то есть, с западной стороны, вот здесь, ну, красной, а потом здесь сменяют, это, по сути, по Волжье, здесь образуется правительство Комуч, комитета учредительного собрания со столицы в городе Самаре, с этой стороны, с восточной стороны, как раз, Чехословакии, на чехословацких штыках, и во многом, будучи союзниками, приходит сибирское правительство, вот, то самое, про которое мы с вами на лекциях разговаривали, вот, ну, а на юге, до поры до времени, сохраняется Туркестанское СССР, это, как раз, большевистское правительство, вот, оно занимает, вот, как раз, собственно, вот, долину Сырдарьи, и туда, вот, до Голодной степи, вот, это такое уникальное советское образование, которое вдали от основного материнского тела, да, как бы, от Советской России, просуществовало очень-очень долго. Здесь, каканская автономия, которая просуществовала где-то примерно там полгода, с 17-го там до, по-моему, марта-апреля 18-го года просуществовала, да, так сказать, она просуществовала, ну, дело в том, что в условиях гражданской войны, значительная часть власти разнообразной, она, в общем, была, так сказать, запараллелена, так же, как вот, после февральской революции, по сути, было такое двоевластие, были органы власти временного правительства, были, соответственно, большевистские, там, какие-то сэровские советы, но, таким же образом, так сказать, в Коканде было параллельное правительство, в общем, на территории Ферганской долины, это как раз, вот, тот самый предвидевший, предвидевший Букиханов, он, как раз, угадал, тот самый мусульманский, как бы, вектор, вот, значит, это южные казахи, это узбеки, киргизы, таджики, вот, оно, в общем, изначально, на самом деле, сразу в нем было заложено противоречие, потому что, с одной стороны, это была, так сказать, попытка обрести, вот, какую-то, там, идентичность и субъектность у мусульман, с одной стороны, с другой стороны, как раз, первыми премьер-министрами этой Коканской автономии были, как раз, вот, те самые, Шукай и Тнышпаев, вот, точнее, первым Тнышпаев, потом Шукай и Мустафа, вот, это как раз, они пытались, так сказать, вот тот самый западный вектор туда внести, но, в общем, ничего не получилось. Автономия была разгромлена большевиками в 18-м году и, собственно, прекратила существовать. Но это вот, по сути, такое отделение, в какой-то степени, отделение Лашарды на территории, даже не Южного Казахстана, а еще туда дальше, потому что Южный Казахстан, Коканская автономия, насколько я понимаю, не контролировал. Вот, и вообще, обратите внимание, что, вот, фактическая, так сказать, территория Лашарды, она была, по сути, вот, на линии между Аральским морем и Балхашом, то есть, в принципе, вот этим все заканчивалось. Даже Сибиричинская губерния входила, ну, совсем частично, да, так сказать, вот только вот в своей северо-восточной части. Когда после Октябрьской революции Алашарда, по сути дела, уходит под поле. То есть, опять же, тут параллели такие, практически прямые, как бы, с сибирским областным правительством, потому что, ну, фактически, она, как бы, не объявлена принципиальным решением, но по факту, так сказать, существовавшая. С другой стороны, везде приходят к власти большевики, и алашардинцы вынуждены уйти в степь, вот, при этом с большевиками ведутся переговоры, вот, это происходит и зимой 18-го, и весной, значит, зимой 17-го, и весной 18-го года. Ведутся переговоры, ведут как раз Дос Мухамедовы, ведет переговоры, значит, этот самый, Габасов, вот, и, значит, нет, Байтурсынов, по-моему, не принимал участие. Значит, ведут переговоры как раз о создании казахской автономии, переговоры и с Лениным, и со Сталиным, потому что Сталин был как раз наркомом по делам национальности, вот, ему все это дело, так сказать, подчинялось. Но вот в 18-м году, еще весной, собственно, на Западе образуется так называемое, уже фактическое государственное образование, да, то есть под названием Уильский Вилояд, которого как раз возглавляют Дос Мухамедовы, которые были наиболее радикально, так сказать, наиболее решительно настроены, и у них как раз получается создать, по сути дела, вот первую такую полноценную Алашевскую, так сказать, образование на территории Западного Казахстана. Столицей является вот этот вот город, поселочек Джамбиты, вот, это все там. Значит, ну вот есть даже флаг, который, говорят, в музее этого Джамбиты, там он вроде как хранится, этот флаг, Уильского Вилояята. Ну вот, собственно говоря, три человека, это вот те самые Дос Мухамедовы, два, один врач, второй юрист, и вот тоже такой интересный человек, которого звали Кусилкалиев. Дос Мухамедова, они потом, ну забегая вперед, так сказать, погибли во время репрессии, потому что, ну так сказать, Алаш Арда, к сожалению, она была практически полностью репрессирована, да, то есть, но кое-кому удалось выжить, вот в частности, вот этот товарищ Кусилкалиев, который был по должности где-то на вторых, третьих ролях, но, так сказать, тем не менее, вот входил в это правительство этого Вилоята, он был санитарным врачом, вот, и потом достаточно долго возглавлял санитарно-эпидемиологическую службу советского Казахстана, то есть, и умер уже где-то там во время Великой Отечественной войны, в общем, как я понимаю, своей смертью, но во всяком случае, в общем, под репрессию он не попал. Вот, значит, в 18-м году, конечно, так сказать, после прихода чехов, точнее, после, они не пришли, конечно, чехи были, конечно, движущей силой, они, в общем, в правительствах нигде не были, в общем, в лучшем случае, как какие-то военные, так сказать, представители, вот, но после свержения советской власти, Алаш, конечно, Алаш-Орда разворачивается в полную силу, и вот эта вот легендарная совершенно карта, вот как раз на ней, на самом деле, видно, да, так сказать, эта карта была нарисована буквально там на листочке, на салфетке, во время переговоров с дружественным государственным образованием, которое называлось Башкур-Дистан, то есть, это, по сути, башкирское такое тоже государственное образование, дело в том, что я напоминаю, что вот эту западную часть, западное соседство от Казахстана, от Алаш-Орды, занимала, так сказать, территория Комуча, комитета учредительного собрания, это правительство эсеровское, вот, и, в общем, это было правительство, которое очень положительно, позитивно относилось ко всем национальным проявлениям, и, в общем, они были не против всех этих, так сказать, автономий, которые там появлялись. И вот, собственно говоря, была такая составлена, на буквальном листочке, карта называлась это «Мусульманские штаты Восточной России», то есть, соответственно, ну, даже, даже алашардинцы писали вместо Казахстана слово «Киргизия», вот, обратите внимание, что вот Киргизия, она вот она, да, но достаточно жесткая граница, вот как раз между Оралом и Балхашом, да, вот здесь у нас Сырдариинская область, это все названо Туркестан, то есть, в общем, ну, явно, что они не имели в виду советский Туркестан, потому что, в общем, они, несмотря на то, что с большевиками вели переговоры, но на самом деле на этом этапе были настроены достаточно решительно антибольшевистки, вот, значит, больше того, ну, мы сейчас до этого дойдем, собственно, про армию Алашарды, как она себя во время гражданской войны как бы повела, ну, то есть, в общем, вот такая вот интересная, то есть, в принципе, это в какой-то степени такое представление алашардинцев о своих, так сказать, территориальных, значит, претензиях, да, вот и о соседстве, вот, собственно говоря, как раз об отношениях с соседями, ну, значит, отношения с как раз временным правительством автономной Сибири, в ПАС, складывались достаточно непросто, потому что на смену, вот, я опять же, так сказать, заскакивал в мою там прошлую лекцию, значит, на смену вот этому эсеровскому, достаточно леватскому правительству, которое было в 17-м, начале 18-го года и потом переместилось на Дальний Восток, да, правительство Дербера, значит, пришло достаточно, достаточно консервативное правительство Вологодского, вот, которое, в общем, к идее всяких национальных автономий относилось уже не так здорово, вот, и как раз на переговоры в ПАС был отправлен Олимхан Ермеков, я не зря вам сказал, что это человек, который закончил Томский технологический институт, соответственно, он даже входил в, вот, первое сибирское, то самое правительство, сформированное Сибирской областной думой, он был участником и сибирских съездов, вот, и вел он переговоры с Михаилом Шатиловым, тоже достаточно интересный человек, то есть, они вместе входили в партию эсеров, вот, и Шатилов, по-моему, тоже Томич, если я правильно помню, вот, он как раз в этом в ПАС, это был один из последних, как раз, эсеров, из последних леваков, и он как раз возглавлял, вот, то самое Министерство по делам туземных народностей, вот, соответственно, он таким был проводником интересов Ермекова, Аллаш-Орды, конечно же, прежде всего. Идея сибирскому, вот этому автономному правительству Сибири, идея казахской автономии, очень не нравилась, вот, значит, почему-то были поползновения на эти земли, единственное, что нравилось, нравилось создание Аллаш-Ординской армии, то есть, понятно, что нужны были штыки, нужны были, значит, нужна была военная поддержка в борьбе с большевиками, вот, поэтому, так сказать, вот эта идея нравилась. Идея, опять же, того, что недра принадлежат Аллаш-Орде, да, то есть, казахам, это тоже все не нравилось. В общем, отношения, ну, так сказать, прямо скажем, были достаточно натянуты с сибирским правительством. Тогда Букиханов лично, значит, подвинулся на запад, подвинулся на Комыч, с одной стороны, и там еще одна была, так сказать, сила достаточно важная, в Оренбурге сидел такой атаман Дутов, соответственно, это те, у кого, так сказать, Лошарда тоже пыталась найти поддержки, у Комыча нашли поддержку практически всемирную, вот, у Дутова нашли поддержку, опять же, военную, Дутов помогал формировать кавалерийские части Алашардинской армии, вот, а Дутов это тоже такая, так сказать, своеобразная третья сила, то есть, его традиционно там связывают, ну, конечно, это не красный, это белый, в общем, все идеи кадетские ему тоже были достаточно неблизки, вот, но, так сказать, видел свою роль, ну, хотя бы в том, чтобы там созвать учредительное собрание и дальше уже разобраться, то есть, в этом смысле цели совпадали, это была такая вот между, там еще, севернее еще сидело уральские областники, но, так сказать, до них дело не дошло, вот, общались только вот с этими тремя силами, то есть, и вот, собственно говоря, Вольский, ну, там Чернов, конечно, в значительной степени, но чуть позже, а Вольский, это вот, фактически, руководители Комыча, там, в принципе, такое достаточно демократическое было правительство, там какого-то такого одного лица в Комыча не было, Дутов как раз наоборот, значит, здесь как бы более-менее все было удачно, вот, а вот очень интересно, это как раз вооруженные силы Алла Шарды, так сказать, Тахтамышев, это как раз один из офицеров царских, из числа этнических казахов, который, в общем, себя неплохо проявил, это фактически единственная фотография, которая, ну, в самом деле, в интернете, да, вот так, навскидку, то, что быстро находится, вот, в принципе, его фотографий не очень много, но тут очень забавно, то, что он, вот здесь на фотографии, вместе с, если я правильно понимаю, то вот это вот, это Аллинков, вот, это одна из самых таких страшных, деструктивных сил, в время гражданской войны действовали как раз при Иртыще, вот, в моем родном Павлодаре, в Семипалатинске, очень жестокие, это знаменитые эти Аллинковские вагоны, в Семее и в Семипалатинске есть целый памятник, это он посвященный, когда там на мороз выгоняли людей полуголых, то есть, ну, в общем, утрамбованных вагоны, да, так сказать, чтобы они там своей смертью помирали, казни очень жестокие и там совершенно неоправданные, многочисленные предательства и самое главное, что это было очень слабо контролировано кем бы ни было сила, то есть, он, так сказать, под любыми соусами обязательно, так сказать, находил какие-то предлоги и, в общем, ни Колчаку, ни там кому-то другому, то есть, ну, в общем, слабо подчинялся, но вот это вот такая интересная фотография, где анненковцы вместе с Алашардинской армией и в том числе с Токтамышем. Дальше, опять же, так сказать, что у нас происходит дальше? Дальше у нас под давлением значительной степени Антанты, ну, и опять же, под давлением большевиков, которые наступают с запада, происходит слияние Комуча с ВСП, да, временном, точнее, в ПАС, да, все время правительством автономной Сибири, вот, значит, происходит слияние, все это, так сказать, приходит, так называемая Уфимская директория, вот, сибирские областники, точнее, вот, ну, так сказать, такого, права консервативного толка, они в этой Уфимской директории задают толк, вот, кое-кто привозится, так сказать, из-за рубежа, как в частности, привозится военный министр, адмирал Колчак, который к тому времени уже, так сказать, сидел в Сан-Франциско, вот, опять же, под давлением союзников, и формируется вот эта Уфимская директория. Уфимская директория еще более радикально настроена по отношению к Алла-Шарде и вообще к любым вот этим национальным образованиям. И, в принципе, все это не нравится, максимум, что они готовы предоставить казахам, это культурную автономию, вот, все остальное, так сказать, это вот не в их, так сказать, интересах, вот, и, соответственно, Алла-Шарда, Букиханов и все остальные. Ну, во-первых, там это еще и вызывает определенное, так сказать, противоречие вот в Комучей, да, вот в этой Комучевской части, в СССРовской части, Самарской, Уфимской. Вот, опять же, под давлением большевиков Уфимская директория меняет место расположения из Уфы в Омск, да, и после чего Омск у нас называется третья столица России, да, потому что вот это вот, как она называлась, временное правительство России, да, то есть и государство российское, да, то есть официальное было наименование. Вот, в ноябре происходит переворот, по сути, военный министр узурпирует власть, адмирал Александр Васильевич Колчак, но по отношению, вот по отношению к, значит, правительству вот этой объединившейся Комучевской Сибирской части, это, естественно, происходит ужесточение и то, что потом называется, будет называться там Колчаковский террор, это, на самом деле, не выдумка большевиков, другой вопрос, что, так сказать, что было злее, большевистский террор или Колчаковский, но Колчаковский террор существовал, то есть ничего, так сказать, выдуманного там нет, все было достаточно жестоко, контрразведка работала жестко, людей, так сказать, утрамбовывали, дай бог. Но по отношению к Алашарде это просто еще больше ужесточение, так сказать, все это не нравится, все эти вот национальные проявления, ну и Алашарда начинает, собственно говоря, так сказать, потихонечку дрифовать сильно-сильно влево. Тоже интересная фотография, к сожалению, не очень хорошего качества, это как раз, так сказать, Дутов, который какое-то время с Колчаком вел переговоры и, ну вот опять же, так сказать, там на всех давили, чтобы признавали Колчака, да, то есть и на Семенова в Забайкале давили, и вот на Дутова тоже давили. И вот как раз Алашардинская, Алашская милиция в качестве личных телохранителей охраняет Дутова на переговорах с Колчаком. Это, честно говоря, я не знаю, скорее всего, в Омске все это снято, то есть, ну вот само по себе это интересно, да, как бы Алашская казахская конница, которая сопровождает Дутова на переговоры с Колчаком, вот как какая-то такая параллельная сила. В феврале 2019 года в Омске происходит совещание по вопросам административно-хозяйственного устройства Кайсак-Киргизского народа, так это называлось, да, или Киргиз-Кайсадского, Кайсак-Киргизского, вот, и туда приглашаются Букиханов, еще несколько, так сказать, деятелей Алашарды, но, к сожалению, по сути выступают, ну, так сказать, даже дается слово Букиханова, но, по сути, как бы их мнение не учитывается, и вообще это совещание, оно ничего не решает, то есть, ну, по сути, никаких принципиальных решений не принимается. И вот это достаточно знаменитая цитата Букиханова, которую, в общем, очень активно цитируют и очень активно ее интерпретируют, «Мы пришли сюда как братья, киргизский народ не питает сепаратистских замыслов, мы западники, в своем стремлении приобщить народ к культуре не смотрим на восток, получить культуру мы можем через Россию при посредстве русских, мы пришли сюда с единственным желанием устроить порядок, необходимый для того, чтобы страна могла дойти до учредительного собрания». Ну, вот это вот, так сказать, такой реверанс в сторону России, в сторону русских, так сказать, ну, вот он с разных точек зрения, в общем, достаточно часто используется и используется до сих пор, так сказать, либо обвинить чем-то Букиханова, либо, наоборот, его оправдать, в общем, такая вот интересная история. Вот, в то же время я вам уже говорил, что, в общем, ну, во-первых, в принципе, Колчаку очень большое сопротивление и, по сути, вот, это изначально было понятно, что Чехословакия, они, по сути, контролировали только железнодорожные ветки и какие-то делали небольшие там вылазки куда-то там по рекам, по каким-то там более-менее значимым там трактам, но в целом, как бы ситуация контролировалась слабо на этой огромной территории, регулярно вспыхивали мятежи, восстания, в Сибири целое огромное было движение, партизанское движение, по сути, в каждой более-менее там крупном каком-то регионе был какой-то свой там партизанский вожак и так далее. И вот, собственно, вот это вот движение Мангельды Яманова, вот, перешедшее из восстания, по сути, вот такую вот в партизанскую Красную Армию, вот, в общем, в тылу у Колчака еще в девятнадцатом году, в восемнадцатом году, осенью, значит, занимает значительную часть Тургайской области. И, в общем, устанавливает, там опять восстанавливает советскую власть. В общем, это уже Колчаку не до того, то есть он тогда идет там на Волгу и там освобождает Пермь, вот дальше этот, когда Казанский поход, да, который, как бы, закончился, как бы, ничем и началось откат. Вот, но пользуясь вот какой-то такой разгробленностью, в апреле девятнадцатого года, значит, Алашардинцы в тылу, соответственно, у большевиков, вот такая, тройной пирог, да, так сказать, Колчаковская территория, там, значит, Советы устанавливают такую внутреннюю, свою восстанавливают советскую власть, и в этой советской власти вспыхивает Алашардинский мятеж. Руководит этим мятежом уже известны нам мержаки Дулатов, значит, вот тот самый, один из основателей газеты «Казах», вот, и, значит, именно тогда убивают Амангельды. Впал в дальнейшем, вот, еще один, так сказать, участник этого самого советской власти, товарищ Жангельдин Алиби, памятник которому стоит около вокзала 1-го Алмата, значит, это дает ему основание обвинять, что именно Дулатов и вот его, так сказать, люди убили Амангельды. Кто на самом деле убил, не очень понятно, вот, но вот это вот проклятие, которое потом, значит, перекочевало в первый казахский фильм, казах фильма 38-го года, Амангельды, это вот, в общем, обвинение за лошардинцами, оно, в общем, числится чуть не до сих пор, хотя, вроде как, современные историки это все опровергают. Кто на самом деле убил, не очень понятно, но Дулатов, разумеется, это в конечном итоге стоило жизни. Дальше, значит, во-первых, красные, естественно, давят с запада, во-вторых, белые, так сказать, ведут себя нехорошо, и Алашарда постепенно, постепенно начинает дрейфовать в сторону, собственно говоря, красных. Лично Байтурсынов и Габасов, такие достаточно видные, так сказать, первые лица Алашарды, ведут переговоры, вот, на каких условиях, ведут агитационную работу в Алашардинской армии, потому что надо убедить, что твои враги, так сказать, становятся постепенно твоими друзьями, но это вот, по сути дела, такое вынужденное было союзничество, при этом, одновременно с этим, у Ленина, уже, так сказать, другими силами, силами, вот того же самого Ермекова, вроде бы Букиханов тоже там, по-моему, тоже принимал участие, Габасов точно принимал участие в этом, значит, собственно, выторговывается казахская автономия, так сказать, поскольку, ну, в принципе, как бы, в общем, это не противоречит идее, там, Советского Союза, да, вот этого объединения интернационального, поэтому, в общем, такие обещания, слова эти даны, вот, отдельная история с вот этим самым Уильским Вилаятом и с Дос-Мухамедовыми, да, которые, в общем, они, конечно, да, там, забыл, извините, сказать, что в 18-м году, по сути, у Алаш-Арды было три отделения, западное, тургайское и восточное, вот, ну, и, соответственно, те же самые портреты, тех же самых людей, Байтурсынов, Дос-Мухамедов, так сказать, но уже Алашское дело, которое разворачивается в 28-м году, причем это все такое многоэтапное, значит, деятели Алаш-Арды, в общем, постепенно уже, то есть до эпохи Большого Террора, начинают, мы сейчас, дальнейшие снижения сейчас посмотрим, просто вот это достаточно важно, до эпохи Большого Террора, так сказать, начинают достаточно активно репрессировать, ну, так сказать, репрессировать, кого-то даже успели расстрелять, там, в 30-м, 31-м году, опять же, до эпохи Большого Террора, людей типа Байтурсынова, значит, арестовывают, потом выпускают, дают какое-то время работать, значит, но потом они все равно, так сказать, 38-й, 37-й, 38-й, все равно расстреливают, ну, так сказать, в общем, значительная часть Алаш-Арды была репрессирована, ну, просто здесь вот на контрасте, да, вот фотография таких красивых, так сказать, интеллигентных людей, ну, и вот они же, так сказать, только уже такие преступники, там, я думаю, сколько знаю, у него там какой-то инсульт был, так сказать, поэтому его там практически инвалидом забрали, в тюрьму расстреляли, в общем, тяжелая была история, вот, да, после этого проводится уже всекиргизский советский съезд, вот, киргизских советов, это происходит в 19-м году, Алаш-Арда официально распускается только в 20-м году, но по факту уже в конце 19-го года ее уже нет, то есть, физически ее нет, Алаш-Ардинцы принимают участие в этом съезде, но, в общем, скорее в качестве каких-то статистов, хотя, вот, какую-то за такую, за пределами, вот, как это правильно сказать, слово подковернуло, неправильно, но вот какую-то киневую работу, так сказать, черновую работу, они осуществляют достаточно интенсивно, в частности, конечно, идет вопрос о границах будущей этой самой советской автономии, то есть, по сути дела, они, ну, так сказать, в какой-то степени разменяли вот эту идею Алаш-Арды, которая, в общем-то, и не стремилась к какой-то государственности, самостоятельности, они, в общем, постоянно подчеркивали, что это автономия, им только не нравилась, так сказать, степень этой автономности, так сказать, недра, там, армии и так далее, да, а все остальное, в общем, оно, вполне было. Кстати, там с армией тоже было очень интересно, потому что, вот, когда еще не было объединенного правительства, Алаш-Ардинская армия одновременно подписала, Алашская милиция одновременно подписала соглашение о том, что она подчиняется и вооруженным силам сибирского правительства, и в то же время народной армии Комуча. Следствием этого Всекиргийского съезда советов становится учреждение казахской АССР, вот, над границами там, в общем, достаточно активно работают, в частности, Ленина убеждают в том, что, значит, Кустанай это Казахстан, в том, что, вот, Мангешлаг, Мангестау это Казахстан, да, то, что это казахское, что Семипалатинское и, в частности, вот, то есть Каменогорск это тоже Казахстан, так сказать, западная часть Алтая, вот, ну, в общем, короче говоря, выторговывают, но при этом, при первой Казахской АССР, вот, красненьким это границы, Туркестанская АССР, она остается за пределами, значит, Южный Казахстан остается за пределами вот этой самой Киргизской АССР, да, то есть, это отдельная АССР со столицей в Ташкенте и, в частности, скажем, город Верный, Алма-Ата, он относится, ну, уже Алма-Ата с 21 года, он относится именно к Туркестанской АССР, а вовсе не к Киргизской. Первой столицей, как известно, является город Оренбург, потом граница уточняется, собственно, происходит вот этот процесс, который называется на там шершавом историческом языке национально-территориальное размежевание, уничтожаются Хорезмская Народная Советская Республика и Бухарская, по принципу бывшей государственности больше это все неинтересно, вместо этого учреждаются соответственно Узбекская СССР, Туркменская СССР, значит, часть Туркестана отходит Казахстану, в том числе Каракалпакистан, да, то есть вот к югу от Орала, вот, и, ну, Таджикистан и Киргизская, Каракиргизская, это остается АССР, Таджикистан входит в состав Узбекистана, вот, ну, это такое вот, так сказать, уточнение, но и потом еще раз границу уточнились, современные границы, как мы видим, да, так сказать, вот это юго-западная часть Приоралия, Каракалпакистан остается в Узбекистане, вот, граница, ну, и там, она еще потом несколько раз уточнялась, но это уже не суть, то есть там, в общем, с голодной степью было, там несколько еще было уточнений, в основном это там по югу, как раз, вот, смысл в том, что появилось вот это прото-государственное образование под названием Казахская Киргизская АССР, с 36-го года она, там еще было слово казахский, да, потом с 36-го это все называется Казахская ССР, одна из 11 республик, которая была равноценной участницей Советского Союза, то есть, ну, в общем, это примерно так, то есть, вот на этом можно сказать, что история Алашарды, она закончилась, но я хотел еще обратить внимание на интересных людей Алашарды, я не буду сейчас рассказывать какие-то длинные, так сказать, истории, просто, чтобы оценили, так сказать, масштабы личности, да, вот Букиханов, это, так сказать, ну, он по образованию там был лесовод, смысл в том, что он, так сказать, был специалистом экономист, естественно, публицист довольно много писал и интересно писал, ну, естественно, был репрессирован, ну, в общем, как бы, многие его называют таким первым казахским президентом, да, или там, премьер-министром, всяком случае, правительство Алашарды возглавлял именно он. Байтурсынов, филолог, языковед, после установления советской власти, после принятия советской власти, был, как он называет, даже первым казахским профессором, то есть он преподавал вот первым КАЗГУ, который потом стал пединститутом, госуниверситет, там, два раза он появлялся в Алмате, вот, сначала как в 20- каком-то восьмом, по-моему, в 20-ятом году, а потом в 3-4-ом, вот, то, что сейчас КАЗГУ, вот, значит, он как раз уточнял написание казахского языка арабицы, то есть, в общем, арабским шрифтом, в общем, ну, такой достаточно значительный, так сказать, языковед, тоже был расстрелян. Дулатов, вот, за которым, так сказать, был закреплен грех убийства Амангельды, вот, поэт, писатель, публицист, вот, большой, кстати, критик, вот, так сказать, большевистских, всех этих начинаний, ну, тоже, естественно, так сказать, репрессирован, расстрелян. Очень интересный человек, вот, Мустафа Шакай, в советской историографии очень любили искать нацистских пособников, и вот ему, как раз, этот роль приписывали. Дело в том, что Шакай умудрился выехать в эмиграцию, так сказать, ну, как мы помним, да, юрист, тоже, естественно, публицист, там тоже много писал, причем, это как раз такая южная ветка Алашарды, потому что, ну, так получилось, что среди алашардинцев практически, ну, там, 80-90%, это были именно северяне. Значит, Шакай уехал в Турцию, потом перебрался во Францию, и, в конце концов, значит, после оккупации по Франции оказался в нацистской Германии, где его, так сказать, как активного деятеля антибольшевистского, вот этого эмигрантского движения, пытались заграбовать и использовать при создании национальных батальонов. Советская историография утверждает, что он там все это делал, и, в общем, его так приравнивают какому-нибудь там Шухевичу с Бандерой, вот, но, в общем, говорят, что современные историки говорят, что вовсе нет, и даже есть какие-то письма, записки, которые он писал, что... И самое главное, что у него там какая-то очень странная смерть, потому что он умер в декабре 41-го года официально от Тифа, но при этом сильно-сильно было похоже на отравление, то есть, что, в общем, просто его уничтожили. Танешпаев, это вообще, так сказать, очень интересный человек, он закончил вернинскую мужскую гимназию, вот, причем там, ну, Шакай тоже, кстати, с золотой медалью, вот, он инженер, инженер, который, значит, участвовал еще по молодости при строительстве железных дорог при Каспийской зоне, а при советской власти, в частности, был одним из ключевых людей при строительстве Труксиба, то есть, в частности, он менял, точнее, вносил свои замечания, свои правки в проекты трассы Труксиба, и несколько, ну, в частности, там, там, в основном ориентировались на дореволюционные разработки, которые, вот, продолжение Алтайской железной дороги, вот, Труксиб, это железная дорога, она изначально называлась Алтайская, шла от Новониколаевска до Семипалатинска, вот, но был, конечно, проект его продолжать дальше, это, по которой, дорога, по которой собирались вывозить сначала вот зерно, потом вот хлопок и другие, так сказать, какие-то ценности из Средней Азии, из Центральной Азии вывозить в сторону Сибири, вот, и до станции Нугавая, то есть, мимо города Вернова, мимо Алматы, и вот, собственно говоря, этот проект был, просто он до революции не был реализован, вот, а при советской власти его реализовали, это была одна из главных строек, то есть, если что, Роман Золотой Теленок, так сказать, вот, Александр Иванович Корейко убегает именно на строительство Труксиба, вот, и Труксиб, вот, как раз Нышпаев, он как раз участвует в поправке этого проекта, чем экономит огромное количество денег советской власти, но, тем не менее, все равно ему Алла Шардинская по прошлое припомнили, естественно, расстреляли. Поэт Мукан Жамабаев, вот, тоже северянин, поэт, писатель, значит, тоже человек, который там получил благословение в свое время от Потанина, Потанин сказал, что это, так сказать, второй Чукан Валиханов, так сказать, его большой-большой друг, который гораздо раньше, чем Потанин скончался здесь, похоронен в Алматинской области, ну, сейчас уже, по-моему, Житусуйской, да, это получается, там, в Алтанамеле, вот, значит, Джумабаев, да, он, так сказать, занимался этнографическими исследованиями, записывал всякие легенды, песни и прочее, и прочее, да, тоже, так сказать, да, если что, ученик Брюсова Валерия переводил русскую литературу вслед за Абаем, переводил русскую литературу на казахский язык, Лермонтова, Толстого, да, вот, собственно говоря, Алимхан Ермеков, это ученый-математик, вот, так сказать, как раз из выживших, то есть, вот, он как раз, тоже, так сказать, был репрессирован, отсидел, ну, в общем, до 70-го года преподавал в казахстанских вузах, именно он является, так сказать, в значительной степени автором границы Казахстана, то есть, ну, так сказать, человек, который у Ленина отвоевывал эти, значит, земли. Аймовытов, Аймовытов, это писатель, по сути, человек, которого считают одним из основателей современной казахской литературы, значит, он в Алашарде организовал молодежное крыло, молодежный, ну, такой, алашардинский комсомол, вот, который назывался Жанар, за что, естественно, был и пострадал, так сказать, он даже, по-моему, как раз в первую волну в 30-м году его расстреляли. Марсиаков, это юрист, один из самых видных, так сказать, казахских адвокатов, тоже один из деятелей Алашарды, не помню, по-моему, тоже, так сказать, был расстрелян, но и, так сказать, люди, которые близки были к Алашарде, ну, во всяком случае, за это кто-то даже пострадал, да, вот, Султан Бахмуд Тарайгыров, еще один земляк из Байнауор, северный, казах, очень активно печатался у, значит, Алашардинцев, в газетах, в их газете Сараарка, в газете казах, он нет, в Сараарке он печатался, но и, так сказать, идейно был очень близок к Алашардинцам, но скончался от туберкулеза в достаточно молодом возрасте, 26, по-моему, лет ему было в 20-м году, вот, ну и такой тоже, вот целый, вот как про Мустафу Шакая, можно, в общем, писать книги, тома, и, в общем, там биография, детектив, да, нет, я понимаю, что они есть, ну просто это, это прям такая, фильмы снимать большие, эпические, вот, ну прям такая же судьба Шакарима, это, так сказать, племянник Абая Кунамбаева, вот, тоже такой очень интересный человек, так сказать, просветитель, вот, который, в общем, с Алашардой у него несколько раз пересекались пути, вот, ну, пострадал он немножко по другой, так сказать, линии, там в какой-то перестрелке был застрелен, вот, но при советской власти тоже считался одной из такой жестких вражин, потому что вот в этой перестрелке, там говорят, что он наоборот ушел, так сказать, чтобы не участвовать во всех этих разборках, но его приписали, что он там был там членом какой-то басмаческой банды, вот, кстати говоря, басмачи начались как раз с разгрома Каканского, автоскаканской автономии, то есть считается, что это именно после этого вот появилось такое явление как басмачество, потому что именно тогда, так сказать, красные там разграбили очень активно город и, в общем, белое солнце пустыни, да, вот, ну это вот такие люди, как бы, близкие к Аллашарди, ну вот примерно, примерно так.